Хорошо. Я хочу сделать очень такое влиятельное или сильное утверждение. Оно следующее. Самая важная цель молитвы, самая главная цель молитвы – это для взаимоотношений. Я знаю, что есть много местописаний, которые говорят о том, в которых мы должны познавать Бога. И это часть нашей молитвы, в которых Он дает «Дай нам наш хлеб на каждый день». Но самая важная цель, приоритет молитвы – это взаимоотношения. Библия говорит, что мы были созданы для цели. Мы были созданы для взаимоотношений. Почему же Бог нас создал? Потому что Бог есть любовь. Но чтобы быть любовью, вам нужен тот, кому эта любовь будет проявляться. И поэтому Бог создал нас по Своему образу, чтобы Он мог нам выражать Свою любовь. Мы были созданы для взаимоотношений. Почему же мы были спасены? Рождены вновь, второй раз. Для взаимоотношений. Потому что грех нас отделил от тех взаимоотношений, о которых Бог хотел иметь с нами. Поэтому мы были созданы для взаимоотношений. Мы были спасены и рождены снова для взаимоотношений. Истина заключается в том, что Бог хочет иметь взаимоотношения с Вами и Мною. Очень близкие, личные взаимоотношения с Вами. Каждый из Вас может иметь очень близкие взаимоотношения с Богом, как никто другой на Земле. Вспомните о таком христианском служителе, которого Вы больше всего почитаете. Подумайте о Божьем человеке, о которых Вы знаете. Вы можете иметь такие же глубокие взаимоотношения, как и у них. Бог создавал Вас, потому что Он любит Вас. Он хочет иметь взаимоотношения с Вами. И что же люди делают, чтобы иметь взаимоотношения? В первую очередь, они встречаются. Да. Кто из Вас встретился с Богом? Аминь. Бог, Он предоставил Себя Вам. Он пригласил Вас в взаимоотношения. Он сказал «Да». Взаимоотношения начинаются с времени для встреч. Но как же взаимоотношения развиваются, растут? Есть ли здесь женатые люди? Кто хочет жениться или выйти замуж? О, есть несколько. Был такой день, когда Вы встретили свою половинку. Да. И был это очень прекрасный день, не так ли? Да. Ура! И Вы были удивлены некоторым моментом. И у Вас возникло такое желание знать этого человека лучше. И поэтому Вы или Ваша половинка проявила инициативу поговорить. Давайте будем вместе. Давайте будем проводить вместе время. Давайте будем говорить. И где-то в общении Вы рассказали немножко о себе. Ваша половинка рассказала о себе. И Вы сказали «Давай это повторим». Да. Если это было так, как у меня, я хочу сделать это скоро, чаще. Я встретился со своей супругой то, как мы называем свидание вслепую. Мы не знали друг друга. Мой брат знал меня. Ее мама знала ее. Мой брат и ее мама знали друг друга. И у них возникла идея. Давай, как бы, познакомим твоего брата и мою дочь. Я жил в городе на западе Техаса. Мой брат жил недалеко от Далласа. Моя жена жила три часа езды от Далласа на север. И мы сделали вот это запланированное свидание там, где мой брат и ее мама жили. И оно почти произошло. Аккуратно. И то, как они пытались нас познакомить, это было немножко дико или странно. Я думал, что в этом нет ничего хорошего. И я собирался поехать домой. И я думал, что она знает, что происходит, и я знаю, что происходит. Я думаю, что я должен хотя бы позвонить ей, перед тем, как поеду домой. Я позвонил ей. Я ей говорю, что твоя мама и мой брат, они пытаются нас познакомить. Я чувствовал себя немножко странно, странновато. А я говорю, я просто хочу поехать домой. Мой пастор, он проповедовал на тему фокусирования на intentions like Чтобы мы фокусировали на то, что, не то, что люди делают, но на их мотив. И она сказала, что я понимаю, что мотив моей мамы, он был чист. И это все было хорошо. Но когда она сказала, что мой пастор, и она назвала его имя, я был удивлен. Потому что я знал этого пастора. Потому что этот пастор, он был баптистом, исполненным духом в городе Веко. И я подумал, если она посещает эту церковь, это означает, что она принимает действия Духа. Поэтому я был заинтересован. И поэтому я передумал ехать домой. И поэтому давай пойдем на чай. Поэтому мы вышли, пошли. И единственный такой стейк-хаус в этом городе. Я трудно ел свой стейк. Потому что я был слишком занят разговором. Я был достаточно сильно... Я достаточно был радостный тем, что, будучи в большой церкви, в моем молодежном служении, там, где более 150 молодежи, И там не было девушки для меня. Я был пять лет в университете, где соотношение мужчин к женщин было два к трем. И что для каждого парня очень легко ходить на свидания каждую неделю. И в этом университете не было ни одной девушки для меня. Я уже был пастырем, когда был студентом в университете. И все бабушки и мамы в церкви, в которой я был пастырем, постоянно хотели, чтобы я встретился с их внучками или племянницами. Я прошел через все это. И я сделал вывод, что нет женщины для меня. Я сдался. И в конце концов я нашел ту, в которой я был заинтересован. Пять часов мы разговаривали. Мы поехали к ее дому. Мы сидели в машине и разговаривали. Мы вышли с машины и ходили вокруг по улице. Аж к полночи. К полночи я решил поехать домой. А я жил три часа пути от этого места. И я не хотел идти. И мне приносяло радость это общение. И потом я сказал, что я не буду в твоем городе очень часто. Но если мне придется ехать через него, могла бы ли ты оставить мне свой номер, чтобы я мог тебе позвонить? И она сказала, да, и оставила мне свой номер. Я сел в мою машину, чтобы уехать. И я сделал то, что никогда не делал до этого. И это звучит подобным образом. И я сказал, Господь, я нашел ее. Я был радостно удивлен. Я думал о ней всю дорогу домой. Я думал о ней всю ночь. Я не шучу с вами. Мне снились сны о нашей свадьбе в ту ночь. Я был смитен. Я был, что любое слово, что ты использовал, чтобы сказать, я был в любви. Короче, он был очень сильно влюблен. И я начал думать, «Как мне попасть в ее город?» Мне нужно найти причину, чтобы попасть в ее город. И потом я понял. Я помню, что я обещал одному человеку, который жил на западе, в Техасе, что я доставлю холодильник человеку, который живет на севере Техаса. Поэтому я думал, что Даллас находится здесь. Вейко, где она жила. Три часа. Достаточно близко. И поэтому я позвонил ему в среду. Когда я ей позвонил в среду, но ее соседка по комнате ответила. Я говорил, могу ли я поговорить с Лисой? Она ответила, что Лисы сейчас нету, а она в церкви. И я был впечатлен. Потому что многие студенты, они не ходят в церковь в среду вечером. И я попросил, можешь ли ты ей передать, когда она вернется, чтобы звонил Пол? И она сказала, Я знал, что я попал в точку. Она говорила обо мне. Поэтому вся нервозность у меня покинула. И я позвонил ей позже. Лиса. Это Пол. Я буду ехать в твою сторону. Я хотел бы там остановиться и видеть тебя. И я это сделал. Мы поговорили. И мы говорили. И мы говорили. И мы говорили. Нам было достаточно удобно, свободно быть в общении друг с другом. И на следующий день у меня была возможность пойти с ней в церковь. И когда я уезжал, я сказал ей, что я хотел бы тебя увидеть еще раз. И она сказала, я хотел тебя увидеть тоже еще раз. Но мы тогда жили в те дни, когда у нас не было телефонов. У нас даже этого не было. У нас было всего лишь два пути, две возможности. Для общения. Первое, это такие проводные телефоны, дорогие, которые были очень дороги для общения в то время. И у нас был такой старомодный вид общения, как написание писем. Я не был человеком, который писал письма. Я ненавидел это. Но я был вдохновлен это делать. Я купил большую папку или пачку бумаги для написания писем. Достал свою ручку и начал писать. Начал писать, писать, писал. Я все их собрал, положил в конверт и отправил. Потом, через несколько дней, потому что я ходил на почту каждый день, ничего там не было. И в один день, там было письмо от нее. Взял это письмо, открыл его, достал его, начал читать его. Пол. Это был я. Она говорит обо мне. Это достаточно красивая девушка, она говорит обо мне. Я читал, читал, читал. И потом я дошел до той части, которую я называю очень милой. Ты мне нравишься, Пол. Я хочу увидеть тебя снова. Я прочитал это письмо еще раз. Я прочитал его еще раз. И я понимал, что я доходил до этой строчки. Ты мне очень нравишься, Пол. Я хочу увидеть тебя еще раз. Я положил это письмо на столик, ночной столик возле меня. И когда я шел спать, я брал это письмо, я читал его снова. И я любил это повторять. Я люблю тебя, Пол. Я хочу тебя увидеть. Я засыпал с этими словами. И на следующий день, когда я проснулся, я взял свою бумагу для написания письма. И я написал письмо обратно. И я отправил его. И потом она мне отправила еще одну. И я ей отправил. А она получила от нее еще. И однажды, в один день, в одном из писем, было сказано такое большое, важное слово. Оно прямо здесь. Пол. Я люблю тебя. Я перечитывал это письмо много часов. Я делал все, чтобы поехать и увидеть эту девушку. Я начал быть пастырем в сельской церкви. Три часа езды от нее. Я ездил, чтобы увидеть ее на выходных. Я оставался к полночи в субботу. Я не хотел ее оставлять. Я возвращался. Приходил в три часа домой ночью. Готовил проповедь. Идя в церковь, чтобы проповедовать. Они не были очень плохими. Я просто отдавал себя для того, чтобы проводить с ней время. Сегодня. 33 года спустя. Я до сих пор говорю с ней. Почти каждый день. Я никогда не пропускаю возможность поговорить с ней во дне. Потому что мы любим друг друга. И у нас есть взаимоотношения. И вот, что делают взаимоотношения. Вы говорите. Это не означает, что у нас нету проблем. У нас есть свои трудности. А у нее есть свои трудности. У меня есть свои трудности. У нас есть общие. Но мы говорим. Но мы говорим. Мы взрослеем. Мы учимся. Мы растем. Наши взаимоотношения взрослеют. Становятся зрелыми. Как я говорил брату прошлый вечер. Я знаю ее лучше всего на этой планете. Я распознаю ее голос в любом месте, где бы я ни находился. Она знает меня лучше всего на этой планете, чем кого-либо на этой планете. Мы знаем положительные характеристики друг друга. Мы знаем отрицательные характеристики друг друга. Она знает мои ошибки. Она знает мои слабости. И она избирает любить меня, несмотря ни на что. И то же самое я делаю в отношении ее. Я буду жить с ней до того дня, пока я не умру. Потому что у нас есть сильные взаимоотношения. Сделал себя человеком в облике Ишуа. Потому что Он любит каждого из вас так, как вы даже не можете представить. Он сотворил вас для взаимоотношений. Но грех Он создал препятствия в этих взаимоотношениях. И поэтому Он послал Сына Ишуа, чтобы разобраться с этим грехом, который разделил эти взаимоотношения. Это так сильно Он любит нас. И Он сделал так, чтобы Он мог выражать Свою любовь к вам. То есть, Бог, Он дал вам и мне Свой номер телефона. Он дал вам и мне Своё любовное письмо. И через эти два пути, Он говорит, давай будем знакомиться с друг другом. Я хочу иметь взаимоотношения с тобой. И поэтому у нас есть такая огромная привилегия, которая называется молитвой. И основным приоритетом молитвы это вхождение в взаимоотношения с Богом. И рост в них. И позволить им развиваться. Чтобы они становились сильнее. Он знает вас лучше, чем кто-либо на этой земле. Он знает ваши сильные стороны. Он знает ваши слабости. И Он любит вас, несмотря на это. И поэтому Он говорит, приди. И на самом деле, Он говорит, если есть грех в твоей жизни, приходи и пускай это будет причиной для того, чтобы мы поговорили об этом. Он говорит, потому что если твой грех, если твои одежды, они красные, они будут обелены. Видите, Бог имеет ремиду для наших грехов. У Бога есть выкуп за наш грех. И если мы думаем только о наших слабостях и о наших грехах, в этом нету причины, чтобы отходить или отказываться от взаимоотношений. Он говорит, приди. Иисус говорит к тем, у которых носили тяжкие бремена. Он говорит, приди. Он говорит, возьми мое иго на себя. Мое иго есть легкое. И оно... Как написано? Оно легкое. И Он говорит, что я утешу вас. Это приглашение. Бог говорит, если вы жаждете, придите и возьмите воды. И Он говорит, без денег это ничего не стоит. Почему? Потому что цена уже заплачена. Он позаботился обо всем. Он открыл Свои объятия широко. Он говорит, говори. Давай посидим вместе. Давай пообщаемся. Давай иметь будем взаимоотношения. Он любящий Отец. Он хочет развивать глубокие взаимоотношения. И то время, которое мы отделяем утром, основная цель – это не изучение. Конечная цель – это не знание Библии. Конечная цель – это не показать Богу наш список покупок или целей. Конечная цель – это развитие таких удивительных и близких взаимоотношений с Богом. И Бог, Он открыт, посвящен Вам. Не только к тому дню, к которому Вы умрете. Когда Вы умрете. Но во всей вечности. И это основание, как бы, сила для взаимоотношений с Ним. Которая поможет Вам стать успешным лидером в том, к чему бы Леон Вас не призвал. Потому что Он сказал, Он никогда не покинет Вас. Он – такая вечная помощь. Он укрепляет Вас. Он – всемогущий Бог. Бог – это Ваша радость. Он – Ваша жизнь. Он – Ваше помазание. Он – Ваша сила. Он – Ваша власть, которую Вы можете иметь. И все это принимается во взаимоотношениях. Давайте просто закроем наши глаза не некоторое время. Можете ли Вы сказать Богу, что Вы приняли все, что Он сделал для Вас? Можете ли Вы поделиться своим восхищением о Нем? Можете ли Вы поблагодарить Его за безусловную любовь, которая приняла Вас тем, кем Вы являетесь? Можете ли Вы ему дать ответ на приглашение к тем местам молитвы, в котором Он Вас зовет? Можете ли Вы сказать Господу, да, Господь, я хочу эти взаимоотношения? Помоги мне, Господь, с этого дня стремиться к таким взаимоотношениям. Благодарю Тебя, Отец, за принятие Меня. Я подчиняю себя Тебе. Я отдаю свои мечты Тебе. Я подчиняю свою волю Тебе. Я доверяю Тебе в моей жизни. Спасибо Тебе, Отец, чтобы Ты сделал возможными эти взаимоотношениями. Я молюсь во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»